Ненецкий округ стал единственным регионом в стране, где против поправок в Конституцию России проголосовало большее количество жителей округа. Почему это произошло, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Региональная явка жителей округа на избирательные участки составила более 58%. Из тех, кто принял участие в голосовании, против внесения поправок высказали свыше 54,5%. Свой голос «за» отдали около 44,5%. Почему итоги голосования в Ненецком округе разительно отличаются от результатов голосования в других субъектах Российской Федерации? Конечно, не все сложилось так, как планировали. И результаты в отдельных населенных пунктах, они были негативные. Но это не негатив по отношению к Конституции, по отношению к президенту. Это, на мой взгляд, отношение к протестному голосованию, это протестное голосование по отношению к объединению с Архангельской областью Ненецко-автономного округа. Я думаю, что люди, которые приходили на избирательные участки и голосовали против, они просто хотели донести свою позицию до федерального уровня власти. Хочу отметить, округ хочет самостоятельным субъектом в составе России. Это требуют наши избиратели, люди в своем большинстве. Таким образом, на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации жители округа голосовали не столько, сколько против поправок, а голосовали против объединения двух субъектов. Напомню, 13 мая 2020 года временно исполняющими обязанности губернатора Архангельской области и Ненецкого округа был подписан меморандум о намерении создать новый регион России путем объединения двух соседних субъектов Российской Федерации, что вызвало негативную реакцию среди жителей Заполярья, которая вылилась в мирные акции протеста и флешмобы, а завершилась сбором подписей против этих намерений. 10 июня на очередной сессии собраний депутатов Ненецкого округа в Рио губернатора Юрий Бездудный официально заявил о том, что референдум по объединению регионов не состоится в этом году. Если говорить об итогах голосования Ненецкого автономного округа, это, наверное, та ситуация, когда нужно обратить внимание центральных органов, центральных властей на ситуацию в округе, в которой сложилось все вопросы объединения. Это, наверное, голосование не столько против Конституции, на мой взгляд, а сколько возможности использовать это голосование, чтобы вопрос объединения был снят с повестки дня. К сожалению, по сегодняшний день повестки дня не снят. Люди как продолжали выходить на флешмобы, петь, исполнять гимны, но реакции властей на это, на мой взгляд, не было должным образом, да, и мы сами получили тот результат, который ожидали. По итогам 1 июля многие представители власти в Ненецком округе заявляют, что именно вопрос создания с северного края предрешил исход голосования в Ненецком автономном округе. Также считает и представитель Совета старейшин Ассоциации Ненецкого народа ЕСОВЫЙ Петр Алексеевич Шлетков. И честно скажу, я до 4 часов утра не мог просто заснуть, потому что так близко воспринял известие, что наш округ единственный в России дал отрицательный ответ по референдуму. С чем это связано, я, честно сказать, точно не могу, но могу только предположить, что в мае месяце, когда прошло меморандум об объединении двух округов Ненецкого автономного округа и Архангельской области, тогда, конечно, тоже весь округ был, не сказать, в шоке, и все дружно выступили против этого объединения. Я специально сегодня утром, прежде чем встретиться с вами, обзвонил поселке, где живут наши ненцы, ненецкое население, такие, как Нельминос, это тисо-ненецкий поселок, как Онгурей, как Колгуев, Кара, Уськара, Каратайка, Ома, Несь. И там мне сказали, что были большие количества людей, были за поправки. Добавлю, на избирательных участках были также признаны недействительные 212 бюллетеней. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север. Редактор субтитров А.Семкин